Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Актуальное интервью». И сегодня у нас в гостях директор Департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Максим Александрович Жукалов. Максим Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время в плотном графике, в конце года пришли к нам. Есть о чем поговорить? Ну, конечно. Накопилось определенное количество вопросов. В первую очередь, вот о чем хотелось поинтересоваться. Буквально на днях на заседании правительства Севастополя было объявлено о готовности обсудить в январе правила землепользования и застройки для пяти муниципалитетов города. Я так понимаю, что речь в основном о сельских округах. И в таком случае у меня вопрос, насколько, как проходило обсуждение их, насколько потенциально может затянуться обсуждение городских округов, которые непосредственно касаются именно городской части Севастополя, такой урбанизированной. И получится ли в январе вынести на обсуждение все десять муниципалитетов? Ну, отвечу по частям. Проект правил землепользовательной застройки готовится на территорию города Севастополя из двух частей. Отдельно это пять внутригородских муниципальных образований сельских, так называемых, и пять это городские, внутригородские муниципальные образования. В отношении сельских, внутригородских муниципальных образований разработку проекта ПЗЗ готовит наше подведомственное учреждение. Наверное, с точки зрения градостроительного зонирования они не такие сложные, там гораздо меньше конфликтных вопросов, поэтому они в этом плане, наверное, проще выполнить их. Обсуждение проходит в составе рабочих групп до того, как мы их вынесем уже непосредственно на комиссию по подготовке проекта, которая в рамках градостроительного кодекса должна будет направить этот документ уже к нам обратно в орган для назначения и проведения процедуры публичных слушаний, как это предусмотрено 593-м законом Севастополя. То есть здесь не будет в электронном виде обсуждения этого документа, а только в этом проведении собраний, очно будем обсуждать и в дальнейшем, так же, как, наверное, по проекту генерального плана в 2017 году, соберем комиссию, на которой будем уже принимать решение об именно зонировании тех или иных территорий. Да, эти пять внутригородских муниципальных образований, могу их назвать, это Качинский, Андреевский, Верхнесадовский, Орлиновский и Терновский. Орлиновский и Терновский, все правильно, знаете лучше меня. Мы их обсудили, все услышали глав внутригородских муниципальных образований, услышали профильные ведомства, такие как Севприроднадзор, Департамент по имущественным и земельным отношениям, с представителями законодательного собрания также обсудили. Они готовы, они подправлены нашим подвенцовым учреждением с учетом уточнения зонирования градостроительного. И, в принципе, наверное, что в январе мы все-таки их вынесем на комиссию, одобрим и будем проводить. С городскими, внутригородскими муниципальными образованиями мы их точно так же на рабочих группах уже обсуждаем. Отработали Нахимовский, приступили к Ленинскому, у нас осталось Балаклава и Гагаринский. Заседание проводим еженедельно, по несколько раз. Надеюсь, что в январе мы, в принципе, объявим о проведении процедуры публичных слушаний сразу в отношении всего города, а не частями. Ну, то есть это даже не задержка, можно сказать, да, вот связанная именно с городскими муниципалитетами? Они просто сложнее по зонированию. Просто сложнее, потому что там много застройки, разные застройки. Да, и много конфликтной застройки, поэтому там необходимо более точечно подходить к определению территориальных зон. Наверное, Гагаринский будет в этом смысле самый сложный и жаркий. Нет, они все примерно одинаковые по сложности и Ленинский, и Гагаринский, и Нахимовский. В том числе везде есть свои внутренние конфликты, противоречия между правообладателями земельных участков, жителями, органами власти, теми ограничениями, которые установлены в отношении той или иной территории в ее использовании. Поэтому посмотрим, достаточно жарко будет, конечно, но попробуем найти какой-то приемлемый вариант. Вы сказали, что обсуждение будет в любом случае проходить очно. То есть понятно, что прогнозы, когда обсуждение может начаться, могут, конечно, варьироваться в плане того, что пандемия может наложить свой отпечаток. Может, конечно. Но, тем не менее, если так, при благоприятном стечении обстоятельств, учитывая у нас достижение коллективного иммунитета, снятые как раз недавно ограничения по QR-кодам, когда это можно будет действительно провести? Ну, я надеюсь, конец января. Начать уже процедуру. Сама процедура, она не быстрая. Процедура составляет от двух до четырех месяцев. То есть минимум это два месяца. Вначале произойдет оповещение о проведении процедуры публичных слушаний. Потом мы разместим экспозицию. В ходе экспозиции будут обязательно представители нашего департамента, которые будут консультировать посетителей по вопросам, ну, так же примерно по аналогии, как было с проектом генерального плана. И только после проведения экспозиции мы проведем обязательно итоговые собрания участников публичных слушаний. И начнется работа уже непосредственно комиссии, которая будет оценивать поступившие предложения. Вот это коротко, если говорить о процедуре. Публичные слушания будут проводиться в каждом внутригородском муниципальном образовании. Говоря о правилах землепользования и застройки, тут же вспоминается, естественно, на ум приходит генеральный план, конечно. Вы недавно говорили о том, что хорошо будет, если он будет готов летом, скажем так, 2022 года. На каком этапе он сейчас? Ну, сейчас мы, конечно, собирались несколько раз, уже отрабатывали транспортную схему, схему коммунальной инфраструктуры, социальных объектов. То есть смотрели, насколько сейчас те решения, которые заложены в проект генерального плана, по результатам его доработки в 2018 году, 2019, актуальны действующие ситуации. Конечно, острый вопрос вызвала эта численность населения, потому что перепись прошла, а мы ожидаем ее результатов. От этого будет зависеть и демографический состав. Соответственно, он повлияет на объекты социальной инфраструктуры обязательно. Сейчас идет синхронизация решений в проекте генерального плана и в планах по развитию систем и сетей ресурсоснабжающих организаций. То есть вот такие вещи сейчас, они дорабатываются. Наверное, очень сильно может повлиять на зонирование в проекте генерального плана это обсуждение правил землепользования и застройки. Потому что этот документ будет более актуальный, более свежий с точки зрения его изготовления и регулирования градостроительных отношений. Поэтому функциональное зонирование в проекте генерального плана будет обязательно доработано с учетом границ территориальных зон в правилах. Поэтому мы и говорим о синхронизации этих документов. А если вы обратитесь вообще к проекту генерального плана и правилам, то генеральный план — это видение будущего развития. А правила землепользования и застройки — это инструмент достижения. Правила содержат в себе все параметры разрешенного строительства, предельные, минимальные и максимальные размеры земельных участков, такие как парковки, озеленение, машинные места, разворотные площадки и много-много иных параметров. В том числе в границах исторического поселения это будут также требования к материалам, которые могут быть использованы при строительстве объектов. Поэтому, скажем так, сам инструмент, как правило, землепользованные застройки очень нужны нашему департаменту для регулирования этих отношений, которые сейчас есть. Генеральный план с 2017 года, когда были публичные слушания проведены, насколько сильно он сейчас претерпел изменения? Если мы говорим о том проекте генерального плана, который был представлен на публичные слушания, то он претерпел изменения, наверное, 80%. Это было больше обусловлено тем, что были учтены предложения граждан, связанные с изменением зон функционального зонирования с малоэтажной многоквартирной жилой застройки на индивидуальную жилую застройку. Это именно те территории в Ленинском районе, в Гагаринском, которые вызвали наибольший общественный резонанс. Поэтому там зонирование изменено, вернули к существующему положению, и это будут зоны индивидуальной жилой застройки. Еще одна такая новость, которая как раз накануне Нового года приняла фактические черты, это принятые территории под комплексное развитие. Был градостроительный совет, на котором 6 участков было одобрено, и чуть-чуть ранее, насколько я помню, были приняты правила реновации, так называемые, проще говоря. Что касается комплексного развития территорий, это потенциально даст прирост порядка 150 тысяч человек дополнительно в город, 3 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. Как вы думаете, как глава департамента архитектуры и градостроительства, насколько город готов принять подобный прирост фактически населения, то есть еще к тому, что уже есть? Здесь надо понять, сколько в городе уже есть, во-первых. Во-вторых, скажем так, большие опасения вызывала возможность развития этих территорий с учетом ресурсов, в данном случае водоснабжения, обеспеченности. Поэтому все эти территории не будут вовлечены одномоментно в оборот, однозначно. Во-первых. Во-вторых, все-таки технические решения в отношении возможности застройки с учетом системы инженерно-технического обеспечения будут превалировать при реализации проектных решений. Поэтому нельзя говорить о том, что вот одномоментно увеличится численность населения. Здесь можно долго рассуждать о том... Я согласен с вами. В смысле, это на 10 лет рассматривается вопрос о... Кто будет жить в этих домах? Это тоже вызвало, скажем так, жаркие споры. В той части, что мы говорим о жилье, которое будет составлять значительную часть, это социальное жилье, ориентированное на категории нуждающихся населения. Его, по-моему, там 7% всего. Ну, это говорят о минимальном требовании. Если мы берем последний градостроительный совет, то там обсуждалось уже и 10, и 15, и 20%. Здесь это будет решаться при заключении договора о комплексном развитии. Поэтому говорить о том, что это будет только 7%, или мы обязательно реализуем все целых 3,8 миллиона квадратных метров жилья, ну, наверное, преждевременно, однозначно. После того, как градсовет одобрил эти территории, будет обеспечена разработка мастер-плана, который мы точно так же представим. В том числе и на градсовет. Это вот как раз к вопросу о принятых правых актов о комплексном развитии территорий. И вот там мы будем уже досконально обсуждать планы по застройке, где будут точки подключения, как будет обеспечено водоснабжение этих территорий, ну, уже более предметно. Потом будет еще и проект планировки территории по результатам обсуждения мастер-плана, где будут содержаться уже и схемы, и транспортные инфраструктуры, и сетей того же инженерно-технического обеспечения, и границы земельных участков под застройку, как жилую, так и социальную. И вопрос обременения, видимо, девелоперов под какие-то объекты социальных. В зависимости от объема участия города в развитии социальной инфраструктуры, это тоже будет учитываться в дальнейшем при распределении результатов строительства на той или иной территории. Я вот только после уже градостроительного совета от вас, от ваших коллег, стал вот слышать такое понятие, как резервирование территорий, прокомплексное развитие. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что это, знаете, такое, вот эти шесть участков, участков, они были в том числе приняты, чтобы не повторилась история, ну, так условно, фиолента, когда хаотично частные участки, частные наделы появляются, потом это разрастается в неконтролируемый район, с которым тоже нужно что-то делать. Ну, вот сейчас при обсуждении, рассмотрении в составе рабочей группы правил землепоемой застройки, мы столкнулись с тем, что наделы сельскохозяйственные, так называемые, паи, да, они уже сейчас разделяются на более мелкие участки, площадь где-то от тысячи, там, до полутора тысяч квадратных метров, и мы понимаем, что по их конфигурации это планируемая индивидуальная жилая застройка. Такая история уже происходит в Байдарской долине, например. Да, вот об этом я и говорю. Да, да, да. Поэтому мы хотим в настоящий момент по результатам рассмотрения на Градсовете путем обеспечения разработки градостроительной документации, а именно проектов планировок, потому что это как следствие Градсовета решений, все-таки остановить вот эту вот тенденцию по распоеванию таких земель. Я очень надеюсь, что в январе этого будущего года будет принят закон нашим законодательным собранием, который установит минимальный размер сельскохозяйственных наделов. Соответственно, это ограничит возможности по разделу земельных участков, их продажи и в дальнейшем давлению на органы исполнительной власти в части того, что использование этих территорий необходимо обязательно перевести в индивидуальную жилую застройку. При этом, когда происходит раздел земельных участков, ну, оставляют только минимальные территории под проезды. Никто не говорит о социальной инфраструктуре. Наверное, более-менее как цивилизованный пример можно привести взаимодействие с тоже одной из проблемных территорий, это земля совхоза Софьи Перовской. Вот, в настоящий момент правообладатели там обеспечивают разработку мастер-плана, они заключают между собой соглашения, и мы с ними активно взаимодействуем в этом плане. Недавно они нам представили, обсудили транспортную схему, социальную инфраструктуру, сейчас дорабатывают. То есть люди за свои деньги готовят подобные документы? Ну, если мы говорим о комплексном развитии территории, то в отношении, допустим, земель-сельхозназначения, это возможно только по инициативе правообладателя. Земель в госсобственности там нет. Соответственно, чтобы это можно было реализовать, это только на основании соглашения между правообладателями земельных участков. Да, это известная история совхоза Софьи Перовской, которые люди построились на землях сельхозназначения. Они начали строиться, кто-то проявляет сознательность, говорит, давайте вначале все-таки мы каким-то образом приведем в нормативное использование нашей земли. Поэтому сложный вопрос, сложный, тяжело решаемый, но двигаемся в этом направлении. Надеюсь, что одним из следующих вопросов на заседании Градсовета будет как раз мастер-план по этой территории. Максим Александрович, мы немножко поговорили о том, что будет у нас в городе происходить в скором времени. Не могу не затронуть дела минувших дней, как говорится. Так называемый украинский долгострой. Есть специальная комиссия, созданная при правительстве, которая работает над этим вопросом. Но в какой-то момент началось активное обсуждение, много домов было рассмотрено. Сейчас для, по крайней мере, журналистского сообщества как будто поутихла немножко в этом смысле активность. На каком этапе сейчас вот этот вопрос находится? Сколько таких домов осталось? И насколько есть какие-то, которые в ближайшее время уже могут быть введены в эксплуатацию? Или есть, которые, к сожалению, видимо, никак не получат? Нет, работа ведется. Вопрос в том, что, наверное, она не всегда видна. Это больше знают, наверное, сами жители этих домов. Таких домов 21, если мы говорим о многоквартирных домах. Соответственно, тех, которые сложные в украинский период, значит, и строительство. Чаще всего речь о том, что на участке по ДЖС возник многоквартирный дом. Если мы говорим о МКД на участках по индивидуальное жилищное строительство, то таких участков 48. Это значительно больше, это действительно очень сложный вопрос. Некоторые из них мы рассмотрели уже на комиссии по проблемным домам, если так можно назвать. По некоторым реализуются дорожные карты, они не быстрые. Все эти вопросы действительно очень сложно решать. Там много ограничений, там надо получить технические условия, которые бы позволили обеспечить всех жителей по нагрузке на сети необходимыми ресурсами. Решается вопрос с парковками, с озеленением, с ограничениями, связанными с наличием достопримечательного места. Вот этот весь комплекс, пока он не будет разрешен, не получится принять решение о вводе и, если можно так выразиться, легализации таких объектов. В том числе и правила землепользования и застройки тоже это один из способов решения этих проблем. Поэтому тут нельзя говорить о том, что работа не ведется. В этом году ввели три дома, Вакалюнчука 53, жители очень давно ждали, очень сложный был вопрос. Он оказался одним из самых простых в самом начале, а оказалось, что его решить было тоже очень-очень сложно, с учетом тех возможностей, которые были у ресурсоснабжающих организаций в отношении этих домов. На выходе у нас Маринеска 8А, Острякова 3, ну и уже всем известно о том, что дома по улице Острякова 244 попали в перечень проблемных, Степаняна 9 и Пробеды 29А. Вот эти дома точно так же уже переданы фонду и планируется, что они будут в следующем году до конца года введены в эксплуатацию. Там есть дорожные карты, есть финансирование, поэтому надеюсь, что мы это все преодолеем. Есть сложные вопросы в отношении многоквартирных домов, которые действительно решать будет очень сложно, очень тяжело. Есть случаи, когда дома введены, существуют по факту, эксплуатируются, но на них нет вообще никаких документов. То есть тут надо будет какие-то механизмы разрабатывать и надеюсь, что в следующем году эта комиссия начнет дальше активно работать. Но в любом случае вначале необходимо проработать те механизмы, которые бы позволили эти дома ввести. В конце итоги увидеть, как мы дойдем до разрешения на ввод в эксплуатацию и постановки на кадастровую. Если говорить в целом об итогах работы вашего департамента за 2021 год, с чем вообще чаще всего люди к вам идут на приемы, с какими вопросами обращаются? Наверное, можно сейчас выделить два основных направления, которые беспокоят именно граждан. Первое – это невозможность оформить земельные участки, которые были им предоставлены в украинский период по причине несоответствия градостроительной документации. Именно самому же украинскому генеральному плану, утвержденному в 2005 году. Это один из таких блоков, значительных по обращениям граждан. И второй – это, наверное, менее значительный, но тоже многие уже столкнулись с тем, что в 2018 году были утверждены красные линии уличной дорожной сети. Вот это как раз, наверное, можно сказать о тех коридорах в развитии транспортной системы города, которые были приняты для того, чтобы в дальнейшем на основе анализа и уже проектов планировки территории под конкретные линейные объекты эти красные линии позволили нам сохранить эти территории, что в некой степени вызвало недовольство у граждан, связанных с тем, что они не могут оформить частично свои земельные участки, которые выступают за эти красные линии. В этом году мы по двенадцатому учреждению с учетом тех предложений, которые к нам поступили, дали эту работу, они ее выполняют. Надеюсь, что, наверное, в январь-февраль мы уже выйдем на обсуждение с населением откорректированных красных линий по предложениям. Я не могу сказать, что все они будут откорректированы однозначно по поступившим заявлениям, но с учетом нормативных расстояний, технических норм мы постараемся, конечно, там, где мы видим, что использование этих территорий под нужды размещения дорог не требуется, откорректировать, чтобы граждане могли оформить свои земельные участки. В этом контексте просто мне первое, что приходит в голову, недавно мы тоже вопросы поднимали, гаражный кооператив в МПУ-2 в районе проспекта Острякова. Больше всего, в том числе, они, насколько там возможно положительное решение, потому что, я так понимаю, что это одна из трассировок Геракли из Харакады, той самой пресловутой, о которой долго идут разговоры и насколько она возможна в реализации. Она нужна в реализации, она дорога, конечно, очень по технико-экономическому обоснованию, которое выполнено Департаментом транспорта, но, скажем так, там не будет значительных изъятий по той причине, что она должна пройти на опорах, соответственно, но конкретное решение будет зависеть только по результатам разработки уже проекта планировки именно на саму автомобильную дорогу Геракли из Харакада. Поэтому сейчас, пока этот коридор сохраняется, никто не собирается оставить без справедливой компенсации владельцев гаражей. Речь идет пока только об образовании земельного участка, который будет необходим для непосредственного размещения этой Геракли из Харакады. Ну, Максим Александрович, не могу вас тогда не спросить, как руководителя Департамента архитектуры и градостроительства, такой немножко философский вопрос. Вот вы, да, постоянно там проезжая по городу, ходя по нему, какие вам особенно, вот, может быть, градостроительные ошибки бросаются в глаза, и что можно сделать, чтобы либо не допустить подобного в будущем, либо исправить, если это возможно, то, что уже есть? Ну, наверное, о градостроительных ошибках сказано достаточно громко. Когда ты первое время приезжаешь в город, то, конечно, ты видишь какие-то объекты диссонирующие, да, с окружающей застройкой, но буквально там, наверное, полгода ты уже привыкаешь к тому облику, который есть в окружающей застройке, и так тебе это в глаза не бросается. Сложно говорить о градостроительных ошибках, потому что город развивается, все города проходят различные пути в своем развитии. И, наверное, надо говорить о том, как, скажем так, создать город, который бы его жителей нравился жителям. Вот это, наверное, работа, которая возложена на департамент архитектуры в том числе. И, наверное, это можно будет сделать через принятие как градостроительной документации, чтобы были всем понятны правила и условия реализации градостроительных решений. Наверное, ну, открытость это понятно однозначно, как бы объекты все проходят рассмотрение на архитектурно-художественном совете. Вот, ну и также это формирование дизайн-кода улиц и общественных пространств. На следующий год в бюджете мы денежные средства заложили. Такой дизайн-код нам будет разработан на центральную часть города, это историческое поселение. Соответственно, будем его придерживаться при формировании, как при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, так и при выполнении благоустройства уличных пространств. Ну, соответственно, вот надеюсь, что в дальнейшем город жители будут радоваться тому, что живут в этом городе и пользоваться. Скажем так, с 2017 года, конечно, все равно большие и значительные изменения произошли. Я помню, что не было и пешеходных статуаров, и дороги были разбиты, и темно было в городе. Ну, сделано на самом деле много, вопрос в том, что всегда хочется большего, ну, понятно, будем стремиться. Про дизайн-код, извините, я просто у вас уточню, это же речь о едином шрифте, да, который используется в центре города. Цвет стен, цвет крыш и так далее и тому подобное. Да, именно так, размещение информационных конструкций, рекламных конструкций, как я уже сказал, той уличной мебели, как она будет оформлена, те же вывески на зданиях, потому что сейчас, конечно, индивидуально мы рассматриваем, но гораздо проще, когда будет графическое изображение с предложениями, то есть и правообладатель, просто посмотрев на этот документ, сможет себе заказать и разместить эту вывеску, и не будет спрашивать и согласовывать с нами, соответственно, дизайн вывески, ну, и упростит и им, и нам, в том числе, жизнь. Ну что ж, спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был директор департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя, Максим Александрович Жукалов. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся с вами в эфире телеканала НТС. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok